Сценарий своей игры Писать сценарий для своей игры Сейчас я предлагаю вам посмотреть на игру, которую создали в скретче третьей версии Игра называется «Лови фрукты» Цель игры заключается в том, чтобы поймать как можно больше фруктов И завершается игра, если вы пропустили три фрукта А теперь представьте себе, что вам нужно создать подобную игру С чего мы должны начать? Верно, мы должны начать с сценария Сценарий мы будем писать в Microsoft Word, текстовом редакторе, с которым вы познакомились в третьем классе Чтобы сценарий было легче прочитать, мы запишем его, используя таблицы Итак, давайте с вами разберемся, что же такое сценарий и таблицы Таблица – это совокупность данных, хранящихся в структурированном виде Таблица состоит из столбцов и строк Место, где пересекается столбец и строка, называется ячейка Что же такое сценарий? Сценарий – это подробное описание шагов и действий, по которому в дальнейшем мы будем создавать игру Вопрос – из чего же у нас должен состоять сценарий? Первое – это название игры У каждой игры должно быть свое уникальное название Второй пункт – сюжет В этом пункте вы должны описать, о чем будет ваша игра Третий пункт – персонажи Ребята, я напоминаю вам, что каждый спрайт в программе Scratch считается персонажем То есть в этом пункте вам нужно будет прописать, сколько спрайтов и какой именно спрайт вы будете использовать в своей программе Четвертый пункт – дизайн Здесь вы должны указать, какой вы будете использовать задний фон Будет ли эта картинка взятая с библиотеки готовых спрайтов, либо же вы ее сами нарисуете Также в этом пункте вы должны указать, где именно должен располагаться каждый из спрайтов И последний пункт – это условия выигрыша и проигрыша Каждая игра должна иметь свой конец В данном случае здесь вы должны будете прописать, в каком случае игра считается пройденной и вы выиграли А в каком случае вы проиграли Например, выигрыш будет считаться, если вы собрали 10 фруктов Проиграли в том случае, если пропустили 3 Итак, давайте сейчас мы с вами разберем, как создавать таблицу в текстовом редакторе Создаем файл в текстовом редакторе Microsoft Word Для этого на свободном месте рабочего стола кликаем правой кнопкой мыши В появившемся контекстном меню выбираем создать Далее из списка находим документ Microsoft Word Кликаем левой кнопкой мыши Теперь вам нужно задать название для вашего документа В данном случае у нас будет сценарий Чтобы открыть документ, дважды кликаем по нему левой кнопкой мыши Вы уже знакомы с интерфейсом данной программы Чтобы создать таблицу в текстовом редакторе На ленте находим вкладку вставка Кликаем по ней один раз левой кнопкой мыши Далее среди появившихся групп команд находим команду таблица Нажимаем один раз левой кнопкой мыши И в выпавшем окне выбираем, каким образом мы хотим создать таблицу Мы можем вставить готовую таблицу Можем нарисовать ее, загрузить готовую или использовать экспресс таблицы Как вы могли заметить, команд вставить таблицу у нас две В первом случае вставка таблицы осуществляется путем выделения нужного количества строк и столбцов Чтобы выделить, достаточно просто провести мышью И только после того, как вы выделили нужное количество Кликаете левой кнопкой мыши Однако можно заметить, что здесь у нас ограниченное количество столбцов и строк, которые мы можем создать В будущем вам придется создавать таблицы с большим количеством столбцов и строк В таком случае мы воспользуемся следующей командой Кликаем левой кнопкой мыши на команду «Ставить таблицу» В появившемся окне указываем число столбцов и строк, которые вам необходимо Например, у нас должно быть 10 столбцов и 5 строк Итак, в нашем сценарии 5 пунктов Следовательно, таблица будет состоять из 5 строк Для этого выбираем 5 строк Столбцов у нас будет 2 В первом столбце мы будем указывать название пункта А во втором его описание Далее мы должны заполнить нашу таблицу После того, как таблица составлена, ее можно видоизменить При создании таблицы на ленте появляются дополнительные вкладки Конструктор и макет Для изменения стиля таблицы кликаем левой кнопкой мыши на вкладку Конструктор Среди появившихся команд находим блок стилей таблицы И выбираем понравившийся нам стиль А теперь предлагаю посмотреть видео Таблица представляет собой конструкцию Все основные шаги для создания таблицы в документе Word Первый шаг Нажмите на вкладку «Вставка» и нажмите кнопку «Таблица» В результате откроется простая сетка, изображенная ниже Если навести курсор мыши на ячейке сетки, он сделает таблицу, которая появится в документе Вы можете сделать свою таблицу, содержащую указанное число строк и столбцов Второй шаг Нажмите на квадрат в нижнем правом углу вашей таблицы Который создаст фактическую таблицу в документе Word и введет в режим конструктора таблиц Предоставив много вариантов для работы с таблицами, как показано ниже Третий шаг Это дополнительный шаг, если вы хотите иметь оформленные таблицы Нажмите кнопку «Стили таблиц» для отображения галереи стилей таблиц Когда вы наведете курсор мыши на любой из стилей, откроется предварительный просмотр дизайна вашей таблицы Четвертый шаг Чтобы выбрать любой из стилей, просто нажмите на встроенный стиль таблицы Выбранный стиль будет применен к вашей таблице Ниже приведены простые шаги для удаления существующей таблицы из документа Word Первый шаг Щелкните на любое место таблицы, которое вы хотите удалить Второй шаг Перейдите на вкладку «Макет» и выберите опцию «Удалить таблицу» под кнопкой «Удалить» Чтобы полностью удалить таблицу из документа вместе с ее содержанием А теперь, ребята, давайте с вами выполним два задания в целях закрепления изученного материала Задание номер один Изучите предложенный сценарий и определите количество столбцов и строк в таблице Ежик и кот ходят по сцене и считают количество шариков Данные о шариках показаны в таблице Сколько здесь строк и столбцов? Верно! В данной таблице у вас три столбца и пять строк Упражнение номер два Укажите, с помощью какой вкладки можно создать таблицу Файл Вставка Главное Или же вид Все верно! Это вкладка «Вставка» Таким образом, сегодня на уроке вы научились создавать таблицы в текстовом редакторе И написали свой сценарий к игре Отлично поработали! Увидимся на следующем уроке! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!